Итак, привет всем, с вами Ставая Зазепа. Сегодняшний день я думаю посвечу, в отличие от вчерашнего, не Сити Скайлайнс, а Миру Танков. Вот. Сегодня мне такая идея пришла в голову. Посмотреть, какая техника всего лучше фармит. У меня есть как бы КВ-5, Ягдпанзер 8-8, что там еще есть, Лёвик есть. Ну короче, дофигища восьмых уровней, то есть Тип-59. Однозначно сказать я вам не смогу, какая техника лучше всего фармит. Лично мне нравится больше Яга 8-8, однако Тип-59 ни в чем не уступает. Но единственное отличие в том, что Тип-59 сейчас уже не купишь, и я лучше, пожалуй, начну сегодня с Ягдпанзера 8-8. Поэтому я сделаю так, вот верну экипаж сюда. Как видите, у меня пока он не то чтобы очень прокачан, и у меня сидит вообще с Ягдтига. Ну да, красавец такой, Ягдтигр. Начну я объяснять, чем мне нравится вообще Ягдпанзер 8-8. Во-первых, она... Ее хорошо кидает. То есть в основном, ну не как сейчас, а в топе, там, ну восьмые уровни, и это очень хорошо. Во-вторых, у него скорострельность очень высокая, по-моему, 4 секунды. Так, про броню я сказал. Единственное ее недостатки, то что это, во-первых, ПТ. ПТ, она... У него нету башни, то есть если там в клинче каком-то, то вас могут очень легко обойти. На этом танке нужно всегда держать расстояние. Расстояние. Ну, еще одно то, что... Вы знаете, такой вот фактор есть в мире танков. То, что по ПТ очень любят срабатывать арта. Это тоже как бы не очень. Ну и сам профиль у него как бы высоковат немного для ПТ. В отличие от того же, не знаю, от Борща, который... Ваффентрайлер такой, ну, восьмого уровня, короче, Борщесли. Вы поняли, да? Чем мне нравится ТИП-59, я, наверное, это буду объяснять уже непосредственно в следующем бою. После Яги-8-8. Ну, то есть, чтобы сразу взять его, видеть и по ходу дела что-то и рассказывать про него. Сейчас у нас пока Яга-8-8. Ну да, большое преимущество из-за скорострельности у нас и достаточное пробитие. А как видите, ББХ у него 203 миллиметра пробития, что является хорошим показателем для ПТ восьмого уровня. И как бы с такой скорострельностью, с такой пушкой. А голда у него вообще 237. Это... Ну, не знаю, я с девятками воюю, как бы, я себя некомфортно не чувствую. Помню, у меня однажды была стычка. То есть, один на один с Е-75. Ну, может он какой-то поддатый был, либо я там хорошо там сыграл. Вот, как бы, я разобрал его один на один. Да, у меня там осталось, по-моему, 200 или 300 хп, но... Черт возьми, Флоу... Флоу Е-75 разобрал и... Как бы, у меня еще больше морали прибавилось играть на этом танке. Так, ну, у нас артиллерии нету, это хорошо в этом бою. Но у них есть гусь, СТ-1 первый. Я не люблю этот танчик, потому что он, я считаю, какой-то слишком имбовый на девятом уровне. Его даже переделали, то есть... Ну, ему, по-моему, я считаю, нужно сделать корпус более картонный, потому что это, в конце концов, не ИС-4, а... СТ-1, это девятый уровень. Либо переместить его на десятый уровень, этот СТ-1. Ну, то есть, чтобы у него корпус был примерно как у СА-6, и... Его, в принципе, башня спасет, и пушка у него хорошая. То есть, он может как Т-34, допустим, стоять там, танковать. И некомфортно себя не чувствовать будет ни капли. Так, попробуем сейчас подбрить вот этого клиента. Так, не пробили его. Ладно, потому что, наверное, снаряд отскочил, ему в башню попал. Так, сейчас вообще не попал, как рак последний. Но ничего, как видите, нас броня спасает, потому что он там, как у Ягтира у него, и Т-29, седьмому уровню, пробить нас очень сложно. Ах, ну да, еще забыл сказать, у этого танка очень хорошая немецкая точность пушки, что является тоже большим плюсом, большим плюсом для этой техники. Не знаю, что я боюсь, артиллерии вроде нету. Вот так вот. По корпусу ему срабатываем, пробоя у нас хватает, но он вниз свалил. Так, ну эти пока давить не будут, у нас еще СТ-1. Ну, в принципе... В принципе, они сейчас продавят. Я лучше сейчас, лучше как-нибудь назад откачусь. Ну, попробую реализовать дамаг с более дальнего расстояния. Потому что мне неудобно, у меня башни нету, и это минус. Ну, вот опять же. Сейчас бы мне Т-54 зашла бы в борт. Я тут в любом случае уже... Лучше Т-54 пораздамаживаю. Ты задница с ушами. Ну, я тут нифига не сделал бы. Конкуайр наш сидит на горочке. Ну, в принципе, хорошо, что сидит там. Пускай отстреливается, я не знаю. Арты нет, ему там никто не накинет. Только печально, что он не помог там... Нашим СТ-1 и КВ-3. Ну, ладно. Ну, в принципе, вы увидели, как танчик пробивает. Т-54 под прямым углом. Там только один раз не пробил ее. Ну, нормально так, раздамажил ее. Как видите, слили в основном из-за команды. Ну, они продавили слева. Но это уже, в принципе, ничего не решит. Так, у нас здесь челленджер. Ладно, тут в любом случае слив. Я думаю, лучше пока не досматривать этот бой. Ну, больше откатаемся. Больше видео получится. Может, там не 3, а 4 боя будет. Так, где там наш Т-59? Я лучше и так его искать не буду. Я сразу введу Китай. Т-59. Ну да, вот у меня еще вот здесь два китайских танка 8 уровня. Они тоже ничего, но... Вы знаете, это как... Что лучше фармить, да? Ну, лично мне лежит по руке Т-59. Если у вас есть ВЗ-111, и вы считаете, что вы хорошо на нем фармите, или там какой-нибудь ИС-6, или... ИС-6, да? То катайтесь на нем. Боже упаси. То, что там некоторые говорят там в комментариях, в группах, там, допустим, что ИС-6 какаха, там вообще ничего не может. Ну да, он такой, знаете, он рачковский танчик, но... Если он вам нравится, если у вас получается на нем играть, то, пожалуйста, играйте. На здоровье. А, вот вспомнил, вот посмотрел, еще есть Т-34. Как Т-34 фармить? Его, в принципе, купить-то можно, но... Опять же, на любителя он идет, Т-34-ка. Ничего не могу сейчас сказать про него. Ни что-то хорошее, ни что-то плохое, потому что... Ну, у него бронированная башня, то есть по ситуации, да? Понимаете? Бронированная башня, можно хорошо затанковать башней. Иногда даже рикошетит корпус, хоть может... Пореже. Так, пойду-ка я на центр. Да, у него хороший пробой, хорошая у него... Шайтан труба, короче. Пушка у него хорошая. Я не помню, сколько у него пробоя. Ну, достаточно. Если она голдой стреляет, то там и с девятками, и с десятками ты себя будешь чувствовать вполне себе хорошо. А, вот еще забыл. Обзор. Обзор у танка хороший, у Т-34. Что насчет яди? Насчет яди. Ну, у него обзорчик такой, по-моему, средний. Там 400 с чем-то метров. Ну, хватает, хватает. В принципе, если экипаж раскачанный, то жить на этом танке вообще в одно удовольствие. Ну, ладно, мы сейчас катаем на ТП-59. Что об этом танке я могу сказать хорошего? Ну, во-первых, относительно низкий силуэт. Во-вторых, ну, нормально еще более-менее рикошетность. Танк с башней, пробой у него, в принципе. Ну, не то, чтобы там вообще идеальный, но пробивать. При хороших прямых руках этот танчик может. Может, хоть танчика сейчас вы и не купите. Так что... Да, я сейчас как-как выстрелил. Ну, надо было чуть ближе брать. Что там ИС-3 делает? Что он делает, непонятно. Ну, не пробил. Ну, ладно. Ну, КД у ТП-59 такое средненькое. Почему я не пробиваю в передний каток? Может, сюда попробовать выстрелить его. Так, попробуем. Так, СУ-122. СУ-4 пытается меня пробить. Я лучше как-нибудь в сторонку отвалю отсюда. Нужно сейчас ИС-3 разобрать, пока он бед не натворил. На. И опять же, Ахта по мне стреляет. Ахта любит по статистам стрелять. В принципе. Так, что у нас там? Это... А, Супер Першинг. Ладно, уже. Включемся, переедем. А то у нас Ахта тут вообще... Яга и ненавистью ненавидит нас. Стать где-нибудь здесь за здание. Не знаю. ИС-3 выйдет. Можно, в принципе, побортовать его попробовать. Хотя на тебе в 59-м это делать сложно. В отличие от той же Яги-88. Или даже КВ-5, которая... Ну, скатилась, по-моему, в полное... В полное говно. Ну, разработчики придумали свой план выхода. План выхода. Они хотят ему залатать сиську, но снизить пробой. Этот танк, он без голды вообще ничего не пробивает. А так еще ему снизить пробой. Это, короче, голдой будешь стрелять... И не пробивать даже с ней. Там, седьмые, восьмые уровни. Хотя уже сложные будут. А то, что они там решили, там... Уровни боев льготные убрать из игры. Ну, короче, задница полная. Это унитаз стал... Настолько унитаз, что это даже... Сейслим-туалетом назвать сложно. Так. Свалил по-быстрому. Нас подсветил. Лучше когда-нибудь спрячусь, чтобы так ты подальше. От греха. Давай покажись, голубок. Сейчас по нам начну слева накидывать. Это не есть хорошо. Ладно, отступлю-ка я пока в город. Хотя какой смысл мне отступать в город? Я уже этих вижу. Можно будет по засвету стрелять. Блин. Ладно, не считается. Фиг я так попаду в него уже. Вот хелка там можно было зацепить. Ну, по идее... Нет, наверное, не попал. Или попал. Попал, походу. Ладно, сейчас базу отдефить. Так, нас уже сзади кто-то там накидывает. Походу, это три-четверхка выстрелила. Отлично. Базу относительно сбили. Забрал комет. Это три-четверхку недобитую. Ну, теперь можно полноценно в город ехать. Только кто там стреляет? Наверное, СУ-122-44. Субтитры сделал. Так, ну, наверное, надо к этой фигне сзади подъехать. О! Хорош! Сейчас, наверное, нас... Ой, лошок-петушок! Не пробил. Ладно, пупсик. Так, ну, можно сейчас попробовать рискнуть. Хе, тараном нас... Да. Ну, поздравляю пацана, он получил мастера тарана. Но, в любом случае, мы его тут либо в задницу отхватили от Лёвика. Какие-то сливные бои у нас идут. Но, делаем, что можем. В конце концов, мы как бы прям... Вообще, нужно в танке взводом играть. Когда ты понимаешь, что рядом с тобой тебя прикрывает более грамотный твой товарищ, который ты знаешь, ты на него можешь поручиться. Особенно хорошо, когда у вас есть непосредственно микрофон и связь. То играть и тащить становится гораздо проще, чем... Нежели вот так вот просто в рандоме. Ну, сейчас. Хрузейдера выцепят. Хе. Да, на этом танчике только так и играть. Что и следовало ожидать, в принципе. Что и следовало ожидать. Так, второй танчик... В смысле, третий танчик для фарма, который... Лучше всего использовать... Давайте хоть посмотрю, что я там настрелял. О, я и БЗ выполнил. Где там? ПТ. ПТ, ПТ. Или не выполнил, что-то мне там добавили. Большая аптечка, один. Ладно, давайте посмотрим на наши командные результаты. Ну, две тысячи урона. На ТП-59 сделал все, что смог. А на Яге... Ну, наверное, просто там команда мечты. Там, наверное, не особо многое накидал, но... Но все равно. Федя 0. Бульдог 0. Этот 0, который там стоял, прикрывал СТ-1. Ну, не хватило нам немножко. У них... СТ-1 хороший игрок попался. 51%, почти 52%. Ой, нормально. Так, уберем... По типу техники. Так, на чем еще можно хорошо подфармить? Надо посмотреть в исследованиях. Американский Т-34, что ли, взять? Да нет, не хочется как-то. Ну, это не такая техника, на которой хотелось бы... Ну, Левик тоже как-то не хочется. Может, что-нибудь из совков надо глянуть. На чем фармить хорошо. ИС-6. Ну, давайте тогда на... Фух... На ИС-6 прокатимся. Посмотрим, как все это делается. ИС-6 же вроде как еще не убрали из продаж. Так. USSR. Берем. Едем на ИС-6. Ну, на этом танке не то, чтобы... Я сказал бы, хорошо. Да, этот танчик, он может там рикошетный, там бронированный, такой, знаете, тяжик. Казалось бы. Но... Но пушка у него подводит. Во-первых, она косоватая, эта пушка. А во-вторых, ну, пробой у нее не самый лучший. Вот почему я ИС-6 не особо долюбливаю. Не особо долюбливаю ИС-6. Скорость, по скорости, что можно сказать. Обычная скорость тяжелого танка. Что же еще у этого танчика хорошее, из плюсов? Разве что броня и такой вот... В общем, ничем особо не выделяющийся прем-восьмого уровня советский. Лично я советую всем, особенно даже не новичкам, а, ну, средним игрокам, которые хотя бы две тысячи боев откатались, если они решаются все-таки покупать себе какой-нибудь премиум танк, берите Ягу-8-8. Типа 59-го уже не возьмете, но Ягу-8-8 вам вообще... Вы будете просто счастливы от нее. Наверное, даже я четыре боя запишу. В следующем бою я возьму Т-34. Ну, вы просто посмотрите, вот, типичный бой на Т-34. Эта танчика хорошая, хорошая башня, такая бронированная. Так, зря я сюда, наверное, поехал, надо было мне налево ехать. Придется теперь, наверное, спускаться туда на низ. Продавливать отсюда. Так, кто у нас здесь союзники? ИС-3. ИСУ, ФЦМ. Да б не сказал бы, что такая прям штурмовая группа, это более... На защиту рассчитано. Так, нас подсветили. Главное сейчас, чтобы ГВП по нам не начало накидывать. Хотя здесь, в принципе, такой пригорочек. Ну, вот Т-43, допустим, с нашей пушкой. Ага, Т-34 появился. 175 пробития. На Яге, по-моему, сколько там было? 203 пробития. Не знаю, опять же на любителя, повторяюсь я. Косоватая пушка. КД 8 секунд. Со средним экипажем, я не говорю, там особо прокачан, там, досылатель. Я как-то даже не посмотрел, что у меня там за модули стоят, потому что танков много, и... На каждой не упомнишь, где какой модуль. Если у вас там не особо много танков, то да. Это... Это в чём-то плюс, и в чём-то минус. Воспытается пробить. Ну, пушка 421. Считайте, что как у Т-34 накидывает. Достаточно серьёзный дабак. Ну, чем лучше Яговская пушка, да, она, может, снимает поменьше. Во-первых, вас больше спасает ситуация. То есть, допустим, посадили вы конь, и кака там... Не попал, ладно. Посадили на гусеницу, да, и можете спокойно настреливать, как... Не бояться, что человек уедет. Ну, если там у него ремкомплект, то может и успеть съехать, там, вы не успеете ещё раз разрядиться. Да, Тигра оторвала башню от Су-152, хотя, по идее, такого быть не должно. Хотя, фугасница... Не знаю, что-то я недавно читал такое на форуме. Типа, ну, как бы исторично, Су-152 там, свои фугасницы, или Су-152, ну... Отрывала башню Тигром просто на ура. И встретил как... Так, ну ладно, у него фугасница, я лучше лезть не буду. Если он так взрывает. Хотя, может у него оказаться и простая 122-мм пушка. Но, опять же таки, мы этого не знаем. И поэтому лучше на фугас не лезть, даже с большой и очень толстой бронёй. Он снимет что-то, но это будет... Ну, это неприятно будет, потому что, в любом случае, запас прочности нужно сохранять. Вот. Так, и Су-152 там, сверху. Так, у нас на горочке вафля там стоит, и Фердинанд. Так что, нам в любом случае, даже если мы захотим продавить Су-152, лезть не стоит. Ну вот, и Федя появился. Пробил нас. И это говно у нас в фугаснице тоже пробило. Что нам остаётся? Сидеть и ждать более лучшего момента. Даже лучше, наверное, сейчас голду заряжу. Но, опять же, да, у нас обзор идёт, что лучше фармить. То есть, какая техника там, что лучше. Это говно. Красная пушка. Просрал я голду. Короче, буду сидеть и отсиживаться, и отжидаться. Просто видел там, Фердинанд развернулся. Не знаю. Они вроде говорили, что хотели понерфить обзор у ПТ-САУ. Почему они это до сих пор не сделали? Непонятно. Вот и Орхеймчик сидит там. А, я хотел отсиживаться. Хотя, я могу попробовать спрятаться за вот этими двумя трупами. Может, что-то да получится. Давай, Федя, говнюк, есть сюда. Отлично. Если думаешь, я не знаю, куда тебя пробивать. Ты ошибаешься. Ну, Федя поехал на нас, получил две плюхи. Мы разменяли на одну. Фердинанд запомнит, по этим бортам надо пробивать. Не знаю я, почему сливы идут. Видать, такая команда. Ладно, в любом случае, я, наверное, потом без записи что-нибудь попробую. Я, наверное, сейчас попробую. Я про... А то остатку сливать не особо хочется. Да и не нужно. Нужно мне потом будет где-то боев 5 откатать и победных. Вот чисто победных. Перейду-ка я лучше на второй сервер. Прямо сейчас. Прямо сейчас перейду. И там, наверное, на 34-ке попробую проехаться. Хотя, в любом случае, могу уже поднять статку на ПЗ-2Джейт. Что наверняка будет уже подым статки у нас. Как видите, денег у нас 319. Сколько там было в начале видео, я уже не вспомню. По-моему, 260 копеек или сколько. Ладно, возьмем тогда уже американца. Так, американец, где наш Т-34? Вот Т-34. Вернем экипаж сюда. Вот так вот, боевой образ. Нормально, только последний не прокачен. А Т110Е5 сидит, пацан. Ну, погнали на нем. Погнали на нем. Может, что-нибудь дельное, наверное, выйдет у нас. Что там КМС пишет нам? Вступи в клан. Набирает клан Барон. Не хочу. Спасибо. Ну да. Башня у него бронированная. Но, допустим, лючок куда-то сверху у него, да? Его могут пробивать. Техника... Ну, высокая там какая-нибудь техника в этот лючок. Ну, с достаточным пробоем. То есть, он как бы крепкий у него, но могут и пробивать туда хорошо. То есть, это минус американских башен. Я считаю. Ну, в этом бою мы точно должны затащить. Я так считаю. Я не знаю статистику нашей команды. Ленимер. Ну, это да, это, конечно, полезная функция. Но, во-первых, Ленимер, это как дополнительный мод, он снижает, во-первых, фпс в игре. Ну, не знаю. Мне и так нормально. У вас 40% на победу. Печально. А у нас 60. Это, наверное, он хотел в общий чат написать. Ну, понимаешь, статка, она, конечно, не всё решает. Тут командный бой больше. Не знаю, как наша команда. Кто рак, кто нет. Надеюсь, у них раки в топе, и тогда можно будет затащить хорошо. Потому что ж не все ж у нас топы. Не раки. Ну, так, по команде судья у нас больше преимущества, потому что у нас, допустим, больше ПТ-САУ. Относительно, я бы сказал бы, Клопа. Клопа. Ну, ИС. Клоп значительно лучше, чем ИС-1. По моему мнению. То есть, Клоп быстрый, может накидывать хорошо. Манёвренный, скорострельный, низкий силуэт, что позволяет ему не светиться. Хороший обзор, как у ПТ-САУ, как они и любят разработчики наши. Лучше подъеду туда за ИС-3. Так, нас засветили, это не есть хорошо. Надо держаться как у него правого ряда. Так, вам бабахнуть по Ариэлю. Так, ИС-3. Ну, не поджимай ты меня. Так, извиняюсь, я опять забыл контакте выключить. Ну, просто, знаете, записываешь, записываешь. А, сяду-ка я записать что-нибудь. По-любому забываешь там какую-нибудь вкладочку закрыть. У меня там вкладок, по-моему, сохранённых штук шесть. Ну, и так, несохранённые тоже есть. Попадание попало ему в гусеницу. ИС-3 стреляет по зданию. Уже ясно, что вообще с этим пацаном он уже в такой раз туда выстрелил. Так, у нас тем временем ИС-3 сзади наклюнулся. Даже два. Так, ну, он там будет выезжать. Поэтому я особо дерзко вот так вот не буду бахтовать их. Потому что это чревато плохими вещами. Как пробитие. Мне, конечно, можно рискнуть. Ладно, уже рискну. Посмотрим, что из этого выйдет. Наверное, ничего хорошего не выйдет. Ну, гусеница это хорошо. Второй раз гусеница тоже хорошо. И шестое явно сейчас стреляет ББХами по нам. Нет, стреляйте в гусеницу. Мне не жалко. Так, ну, мне сейчас желательно, наверное, отъехать отсюда. Принять более лучшее положение, более нужное в данный момент. Я думаю, задницу нам пока прикроют. А вот этих вот надо выдавить отсюда. Как нас пробил. Наверное, попал там почти под мотор. Только один Т-29 нас походу голдой и пробивает. Так, но опять же не надо забывать, что у них есть артиллерия. Так, ИС-6 приехал на подмогу. У него броня покрепше. Ну, кинули по Т-29, который голдой явно стрелял. Ладно, я думаю, лучше крыть этот борт. Потому что у нас ИС-3 уже раздамаженный в край. И, как бы, следует вот этого вот опасаться. Прикрыл я нашего товарища, он может сейчас кинуть еще одну плюху. Да, лучше уже самому подставиться, но товарищ пускай... Ну, так будет просто у вас дамаг уже считается не 400, 800. Вы больше сможете... А! Ладно! Давай, накидывай, 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 накидывай. Не прячься ты за мной! Давай, стрель... Стреляй, боже ты мой! Ладно, нужно брать его на КД. Давай, 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 лупи, лупи по нему. Ладно, молодец, хорош. Хорош, 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 хорош. Ловлю его по КД. Замечательно. 5, так точно. Отличная командная работа. У нас победа. Я два фрага наколол. Нормально так настрелял. Опять же, да, возвращаясь к вопросу, что все-таки лучше, все-таки лучше покупать. Яга, 8-8 на втором месте. Блин, Т-59, не купите вы его. тогда ладно, пускай второе место занимает Т-34. Третье место ИС-6, я вам порекомендую. А вообще, если вы просто начинающий игрок, вам лучше уже, ну да, деньги как бы нужны, берите что-нибудь более низкоуровневое. То есть, допустим, СУ-122-44. Замечательная техника, просто замечательная. Так, это контакт у меня, не обращайте внимания. Я уже извинился за это. Так, СУ-124, что вам еще может понравиться? То есть, на чем можно реально тащить? Ладно, сейчас в ангар выйду, там посмотрю. Пройдусь по техникам. А, Черчилль, хорошая техника. КВ-220 вы, наверное, уже никак не приобретете? Ну, тогда Черчилль покупайте уже. У него хорошая... Так, вот, вот еще. Т-14 и Черчилль. СУ-122-44 вам понравится? Клопа, по-моему, уже убрали из продаж, потому что, типа, как он там неправильно скомпонован, ну, неправильно модельку его сделали. Так, ладно, начнем с совков. Черчилль третий. Матильду я вам не особо рекомендую. СУ-122-44. Так, из немцев надо глянуть. Из немцев. Из немцев. Ну, разве что Ягу 8-8, но это не то. ПЗ-4С, ну, это на любителя. На любителя. Для новичка сложно будет на нем. Так, Т-14. М4А2Е4, неплохая техника. Франция, Франция, Франция. Ой, ФЦМ лучше вообще не берите, это тоже. Такое редкостное. Где-то, по-моему, Ортарм была. А, ее давно убрали уже, из продаж, точно. Ну, ладно, тогда не будем ее обозревать. Эксел, теперь неплохой танчик. Мальтильда, ПБ, ну, медленное говно, я считаю. Ну, бронированное. То есть, играть можно, но вы просто не будете успевать никуда. Только одев играть. Среди китайцев, Т-34, 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 это хороший танчик, но убрать его вам не рекомендую. Вот. Надеюсь, вы запомнили, или запишите себе куда-нибудь. Ну, просто, чтобы для общего развития. Вот. Так что, спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Подписываемся на канал, ставим лайки, ждем, следующее видео, может, что-нибудь, и по мелким танкам запишу. Так что, пока. Так. Так.